Турниров и чемпионат страны не исключение. Ну вот, собственно, один из них. Зачем этот чемпионат? Ну, в первую голову отбор на чемпионат мира в Абудабе. Но не только это здесь решается. Много здесь что происходит. Лидеры не на всех дистанциях присутствуют, потому что они уже отобрались в сборную уже по итогам предшествующих турниров, в частности, чемпионата Европы. Ну, не знаю, насколько шли в зачет участия в Кубке мира в Казани, но чемпионат Европы точно многие прошли более чем замечательно. Поэтому, наверное, они освобождены от участия. Хотя, по возможности, конечно, все пытаются выступить здесь. Тарификацию региональных министерств еще никто не отменял. Но не об этом сейчас речь. Речь о том, что у нас сегодня в первой части программы в основном финалы. Причем начнем мы с эстафеты. Это довольно необычно. Тем более, что вслед за этим будут заплывы уже финальные личностные. И вот как эти эстафетчики быстро перестроятся в более длинные дистанции. Ну, конечно же, организаторы попытались подобрать эстафету короткую. 4 по 50 комбинированная женская. Ну, а ближайший женский заплыв – это 200 бат. Далее будет полтинник брасом. Вот здесь как бы вопрос. Ну, посмотрим. Раз между двумя заплывами 20 минут. Ну, наверное, какие-то команды лишатся своих лучших брасистов. Ну, а какие-то команды потребуют от своих спортсменов выступить там и там. Может быть, не потребуют, а спортсмены сами будут рваться. Поглядим, посмотрим. Это дополнительная интрига. Без эстафеты чемпионат России невозможен, потому что есть командный зачет. Итак, у нас сначала 4 по 50 комбинированная женская. Далее 100 на спине, мужчина, финал. 200 бат, женщина, финал. 100 брас, мужчина, финал. 50 брас, женщина, финал. Опять-таки финал на 200 вольный мужчины. Дальше многочисленные церемонии награждения, как вы понимаете. Дальше полуфинальная стадия. 100 вольный женщины, 100 бат, мужчины. Опять-таки церемонии награждения. И в концовочке у нас 2 финала. 100 на спине девушки. И еще одна эстафета. На этот раз смешанная. 4 по 50 вольным стилем. И, собственно, церемониями заполируем мы сегодняшнюю нашу трансляцию. Она будет молниеносная. По задумке организаторов, ну, максимум час 20-25. Но без перерывов, без реклам, без всякой там геруды. Попытаемся, посмотрим, полюбуемся. Ну, и, как я сказал, первый же заплыв. Это сразу же эстафета 4 по 50 комбинированная с женская. Накануне было две эстафеты. Каждая из них была, ну, по-своему, вроде уникальная. У нас есть эстафеты уникальные. В женском разряде победила команда Новосибирска. Выиграли они 4 по 100 кролевая. Ну, и также 4 по 100 кролевая у мужчин выиграла команда Калужской области. Но вот сегодня женские 4 по 50 смешаны. В качестве основных претендентов и фаворитов опять значится Новосибирск. О всяком случае, они по четвертой дорожке. Санкт-Петербург, Москва и на четвертой позиции пока Башкирия. Вот это любопытно. В принципе, состав неплохой, но не звездный. Поглядим, что из этого получится. Наша сегодняшняя программа почти в полном составе на ваших экранах. Единственное, предупреждаю, что у нас идут параллельно две трансляции. Одна на телеканале Старт, вторая на сайте Федерации. Так вот, программа на телеканале Старт может ненадолго прерваться, потому что вслед за нами или, так скажем, встык к нам должна идти прямая трансляция баскетбола. Поэтому плавательная трансляция может прерваться, а затем опять возобновиться. Что же касается этой Федерации, как вы понимаете, здесь не должно быть каких-то перерывов. Все увидим, все посмотрим. Ну и еще раз повторюсь, буквально час двадцать, час двадцать пять. И вы получите полное представление о втором дня соревнования чемпионата страны по плаванию в Санкт-Петербурге. Итак, начнем представление команд. Восемь коллективов у нас уже готовы к тому, чтобы помериться силами. Утром были предварительные заплывы. Некоторые команды не сумели пробиться в следующий раунд. Но они, причем, вот Приморью не хватило до попадания в восьмерку. Буквально шести десятых. Это, понимаете, довольно обидно, но, но, но по восьмой дорожке на Свердловская область. Состав Тагильцева, Батурина, Клиппенштейн и Кривко. Далее Хантамансийский угол, игра Агапитова, Ефимова, так что Алена, Настя Куженкова и Яна Киселевская. Вот я смотрю, Куженкова и Бат, да, насколько я понимаю. Алена на своем месте, Агапитова на своем месте. Куженкова и Дельфинистка, тоже любопытно. Нижний Новгород. Синтикова, Баева, Корзунина, Нараева. Москва. А, нет, Санкт-Петербург-2. Вот, Санкт-Петербург-2. Здесь Саша Кузнецова, Алена Розова, Полина Малахова и Алена Чеховских. Далее Башкирия, как я говорю, с четвертым результатом девочки попали в восьмерку сильнейших. И здесь на первом этапе Ангелита Пряникова, Яна Терегулова будет плыть брасом. Соответственно, Поля Егорова, Баттерфляй. И Александр Пашков будет завершать эту эстафету. Москва-1. Васькина, Жданова, Журавлева, Комарова. Санкт-Петербург-1. Со вторым результатом попали в финал. И здесь Курилкина, Шакирова, Лязева, Дарья Устинова. Ну и, наконец, Новосибирск. Дуплинская, Симонова, Суркова, Никонова. Знаете, очень сложно обыграть эту четверку. Дуплинская вчера была на 100 метровке, как минимум, с лучшим временем попала в полуфиналы. Ну, Виталина Симонова не нуждается в представлениях. Она только что на Кубке мира чуть было не обыграла Юлию Ефимову на 100 метров. Суркова, ни много ни мало рекордсменка страны, но в различных дисциплинах плавала не баттерфляем. И, наконец, Екатерина Никонова вчера выиграла 200 вольный. Самой быстрой была в королевой эстафете. Ну, в общем, сложности у всех. Меня интересуют брасистки, которые должны буквально через 20 минут плыть в финал на 50 брас. Но я смотрю, ни одной здесь финалистки, конечно же, нет. За Ханты плывет Ефимова. Имеется, да, Алена Ефимова. За Санкт-Петербург Алена Розова. За Москву Ульяна Жданова. За Новосибирск Виталина Симонова. За Питер Яна Шакирова. За Башкирию Яна Терегулова. Нижний Новгород Анастасия Баева. И Свердловск Анна Буторина. Насколько я понимаю, ни одной из девушек, которые попали в финал и будут плыть через 20 минут, конечно, мы в этой эстафете не увидим. Но от этого еще интересней. Получается, вроде бы, команды не все. Лидирующие команды не могут выставить оптимальный состав. Согласен, это тоже любопытно. Так, ну и что у нас в первых метрах? За Свердловскую область. Сейчас плывет Агапитова. За Питер Кузнецова. За Москву Васькина. Это третья дорожка. Далее плыла Курилкина, Пряникова, Синтикова и Тагильцева. Ну, а вот, собственно, брасистки в действии. По пятой дорожке это у нас Санкт-Петербург-1. Новосибирск по четвертый. И, конечно, для Виталина Симонов и полтинник это очень каратенечко. Она не может здесь весь потенциал реализовать. Конечно же, 200, но максимум 100 из спринтов можно выдать. Ну, а теперь Баттерфляй. У Новосибирска в действии Арины Сурковой. Посмотрите, с первых же метров четвертая дорожка буквально мгновенно уходит в отрыв. Хотя, надо сказать, у Питера тоже там не девчонки для битья. Все-таки Настя Лязева плывет на третьем этапе. Но против Сурковой, конечно же, соревноваться сложно. И Никонова завершает эту эстафету. Думаю, что судьба золотой медали здесь уже очевидна. Даже то, что Дарья Устинова по вчерашним эстафетам и в заплыве на 200-вольный показала второй результат. Конечно же, подсказывает нам, что вряд ли догнать Катю Никонова возможно сегодня. Ну и, собственно, Новосибирск побеждает вторую женскую эстафету подряд. Санкт-Петербург вторые, третий на финише, первая команда Москвы. Ну что, размялись? По-моему, да. У девчонок хорошее настроение. Никонова уже буквально только начался второй день. Она уже трехкратная чемпионка страны. Честно говоря, не помню, Никонова до этого выиграла чемпионат страны или нет. Не исключено, что это не дебют. Но она плавала на взрослом чемпионате. Она была в призах. Но вот так, чтобы, что называется, за один день и пять минут выиграть три золота, это что-то новенькое. Во всяком случае, даже для Кати Никоновой это уже исторический момент. Впереди еще 100-вольный. Сегодня, кстати, у нас полуфиналы, да? На 100-вольный. Да, сегодня полуфиналы на 100-вольный. Так что, опять-таки, увидим, наверное, Дашу Устину, опять увидим, наверное, Катю Никонову. Может быть, Арину Суркову. Посмотрим, посмотрим, что получится из этого заплыва. Результатов пока я не вижу. Соответственно, обсудить наиболее успешные полтинчики в исполнении участницы эстафеты пока не представляется возможным. Но, конечно, в памяти осталось тотальное преимущество Арины Сурковой. Ну, а как иначе? Косменка страны все-таки на дистанции 50 метров баттерфляем. Вот только не помню, в обоих водах или только в короткой воде. Ну, и, насколько я слышу, там уже начинается представление финала на дистанции 100 на спине. Вчера мы видели полуфинальную стадию. Ну, и вот, собственно, ребята выходят на старт. Максим Третьяков, Нижний Новгород. Дорожка номер 8. Финал закрылся 52-45. Максим Фофонов, Санкт-Петербург. Дорожка первая. Далее Алексей Ткачев. Только что на Европе был лучшим из наших спинистов-стайеров. Ну, то есть на дистанции 200 метров. Сумел пробиться в полуфинал опередив Тарасевича. Ну, а затем еще и Рылов снялся с финала. Соответственно, Леша там один отдувался за всю страну. Дмитрий Сновенко. Дорожка номер 2. На ваших экранах. Он в статусе мастера спорта. Уже второй год как не юниор. Николай Зуев. Это уже мастер спорта международного класса. Зуев по юниорам очень неплохо выступал. Но вот пока, конечно, в сборную команду страны в первую пробиться крайне сложно. Напомню, что у нас там все прекрасно. Последняя Олимпиада закончилась золотом и серебром на 100 метровке на спине. Что мы, собственно, с вами и наблюдаем сейчас. Никита Ульянов. У этого парня были удачные чемпионаты страны. Когда он умудрялся опережать кого-то из наших фаворитов. Ну, имеется в виду, либо Колесникова, либо Рылова. Егор Даламанов. Тоже 2001 года рождения. Мастер спорта. Очень перспективный по юниорам был. Но, опять-таки, уперся в стену из вышеназванных парней. Пока в сборную не пробивался ни разу. Имеется в виду, взрослый. По юниорам выиграл все, что только смог. Павел Самусенко. Вот этот парень надел шуму за последние две недели. Сначала выиграл, по-моему, полтинник на спине у самого Климента. А затем на Европе выбил из полуфинала на 100 метров на спине Женю Рылова. Ну, то есть, никакого уважения к возрасту было заслугам и к правительственным наградам. Все правильно. Так и надо. Чуть расслабился. Отдыхай дома. Пусть выступают те, кто не расслабляются. Егор Таламанов вчера показал неплохой результат. 51-36. Но Павел Самусенко и предварительный, и полуфинал выиграл у всех своих соперников. В итоге в полуфинале попал за 51-10. Конечно, до рекордов мира там далековато. Рекорд мира на 48-33. Холлиман Стюарт. Рекорд Европы 48-58. У Климента Колесникова. Ну, соответственно, это рекорд России. Юниора в данном заплыве я не вижу. Соответственно, не буду и утруждать вас цифрами юниорских рекордов. Итак, спина 100 метров. И это уже двойной отбор. То есть в личный номер. А там у нас 100% будет выступать Климент Колесников. Не знаю, вакантно ли место второе. Или за Женей Рыловым там уже что-то застолбили. Но, скорее всего, вакантно. Иначе бы ребята здесь не бились. И плюс это еще и комбинированные эстафеты. Комбинированные эстафеты, в которые, конечно же, сборная России будет претендовать на высокое место. Поэтому здесь есть за что побороться. И Паша Самусенко уже, представляем, Мурманск, уже давит с большим отрывом от соперников. Я так понимаю, есть норматив. Какой-то временной показатель, которому, собственно, мы все и стремимся. Ну, что называется, в одну калитку. Причем, насколько я понял, у Павла Самусенко основная дисциплина все-таки 50. Но он на Европе был четвертый. 49-33 сегодня. Очень много проигрывают соперники. Ульянов Доломанов второй, третий. Павел доволен. Ну, наверное, как минимум личный рекорд. Может быть, выполнение норматива, который был запланирован для участия на мире. Во всяком случае, но по-другому такой радости не знаю, чем можно высказывать. Наверное, в победе Павла Самусенко здесь никто не сомневался. Но обратите внимание, секунда до рекорда мира. 80-х к рекорду страны. Это к вопросу о том, что наших лидеров подвинуть невозможно. Сомнительное утверждение. Сомнительное утверждение. Ну, отмечаем результат Ткачева. Он у него пятый сегодня. И, конечно, мы все в ожидании заплыва на 200 метров. Тоже тут довольно принципиальная баталия планируется. Если Тарасевич подъехал на этот чемпионат. Хотя, если сотню не плывет, значит, наверное, Тарасевич не участвует. Но если не участвует, значит, и чемпионат мира для него побоку. Потому что я не сомневаюсь, что на чемпионат Европы по итогам всеразличных турниров коммерческих, плюс утренних заплывов и полуфинальных заплывов на 200 на спине на Европе, Женя Рылов, наверное, отобрался. Но второе место вакантно. И, по идее, на это второе место претендуют двое. Ткачев и Тарасевич. Ткачев, конечно, на Европе проплыл. И проплыл неплохо. Но Тарасевич неужели уже смирился со своим отсутствием возможности выступить на мире? Думаю, что это не совсем так. Но посмотрим. Посмотрим. Есть еще какие-то жизненные обстоятельства, которые, может быть, не позволят ему выступить. Но посмотрим. Опять же, это все догадки. Ну, а теперь заплыв на 200 метров вольным... 200 метров бутерфляем девушки. Честно говоря, очень ждал этого заплыва, потому что хотелось посмотреть на Света Чемрова. Тем более, что накануне я для себя, наконец, открыл, что она теперь уже не выступает за Москву, а выступает за Санкт-Петербург. Не могу сказать, что я вот именно с этим ждал выступления Светы. Но напомню, что Света буквально в сентябре месяце установил рекорд страны в данной дисциплине. И почему бы на России не выступить? Тем более, что ты здесь все равно присутствуешь, плывешь в эстафетах за Питер и не выступаешь в личном номере. Ну, значит, не надо. Потому что сегодня утром в предварительных быстрее всех оказалась Анастасия Маркова. Напомню, что буквально на Европе, да, или на Кубке мира, на Кубке мира, по-моему, Настя установил новый юношеский рекорд. Или нет, чуть-чуть, наверное, не хватило до юношеского рекорда. Нет, все-таки упал юношеский рекорд России, был побит, это я точно помню. Эти разговоры там буквально на несколько сотых, но все-таки переписали. Да, Шелунина была второй. Второй. Яна Курцева, которую вы сейчас наблюдаете, показал третий результат. Здесь удивление в чем? Яна Курцева у нас до недавнего времени была рекордсменкой стороны на дистанции 1500 метров вольным стилем в коротких бассейнах. Но потом начала плавать даже пятерки-десятки по открытой воде. Но вот так, чтобы увидеть ее в заплыве, тем более в финале на 200 бат, да еще и с третьим заявочным результатом, для меня это, честно говоря, откровение. Ну и, наверное, хватит уже роскостью заниматься. Надо, наверное, представить девчонок. Правильно? Это было бы очень даже своевременно. Итак, по восьмой дорожке у нас до Широгожного. Она закрыла финал 2016-17. Представляет она Подмосковье. И она 2006 года рождения. То есть она юниорка. Таисия Колесникова плывет по дорожке номер один в Санкт-Петербург. По седьмой Марина Намазова из Краснодара. Аня Веревочкина Самару представляет по дорожке номер два. И она тоже в статусе юниорки. Маша Васильева плывет по дорожке номер шесть. Яна Курцева по третий. Васильева из Нижнего Новгорода. Курцева по традиции за Волгоград. Лунина Дарья представляет Москву. Она четвертого года. И Настя Маркова, обладающая рекордом России на 200 метров батерфляем. Буквально пару недель. Плывет по дорожке номер четыре. Она представляет Вологодскую область. Сегодня утром уже Маркова пропала за 2.9.66. Напомню, что... Ну, давайте о великом. Рекорд мира. У нас принадлежит Мирея Бельмонте. Она испанка, поэтому рекорд мира и рекорд Европы одинаковый. 59.61. Рекорд России у Светы Чемровой 2.03.76. Держится, собственно, с 30 сентября 2021 года. Ну, то есть, вот-вот. Прям-таки совсем свеженький. Ну, и юниорские рекорды у меня в послужном списке пока еще Саша Сабитова. Но я прекрасно помню, что Маркова на несколько сотых этот рекорд преодолела. 2.5 и 98. Что касается рекорда мира, то здесь у Зуку Хазигава 2.096. Конечно, очень и очень быстро. Минуту начинает Маркова. Ну, и, собственно, с такой стартовой позиции можно выходить опять на юношеский рекорд. Я, кстати, сейчас уточнюсь. Ведь все-таки Маркова действительно побил у нас рекорд. Вопрос. 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 В каким времени? 150 метров 1.33. Надо бы вроде бы и финишировать. А то можно и действительно без рекорда остаться. Большой отрыв, как вы видите. Если вы обращаете внимание, Яна Курцева действительно может оказаться в тройке призеров. По итогам 200 метровки баттерфляем. Пока она ведет борьбу с Машей Васильевой из Нижнего Новгорода. И там все в касании. Нет, не касания не будет. Курцева действительно третья. Без вопросов. Что же касается Марковой, то 2.6.45. Судя по лицу, недовольно. Ну, а как может быть довольным? Буквально, получается, 2 недели назад плыл на полсекунды быстрее. И это был рекорд. Все было хорошо. Все было замечательно. Сейчас расстроено. Но вчера у Сорокиной тоже немножко не получилось. Ну, там чуть повыше были ставки. Там рекорд страны 30-х. Там юношеский рекорд Европы 40-х. Здесь пока за юношеский рекорд России бьемся. Ну, здесь нужно Настю Маркову так более снисходительно к ней относиться. Потому что у нее по юниорам еще целый год в запасе. То есть это не как у Сорокиной. Два старта и все. Нет. Настя Маркова юношеский рекорд еще может крушить весь следующий 22-й год. Поэтому здесь обидно. Обидно. Но впереди мир. Я думаю, что Маркова с таким результатом туда точно отберется. Кубок Сальникова. Дальше, соответственно, большой чемпионат страны. Правда, это уже длинная вода. Мир, Европа. Все это будет замечательно. А дальше вся осень в своем распоряжении. Выходи в четвертаках и руби все эти рекорды. Начиная с российского. И может даже не останавливаться на европейском. Там уже и до мирового. 2-0-2. Это, кстати, будет выше рекорда страны. Ну, а почему нет? Все, я думаю, не против. Все, я думаю, не против. Ну, еще раз обращаю внимание. Даша Лунина и Яна Курцева оказываются в тройке призеров. Причем Курцева в концовочке уже даже навязывала борьбу Даши Луниной. Следующий финал. Сразу же, видите, у нас прям как из пулемета мы выдаем финальные заплывы. И это уже 100 браз мужчины. Вчера видели полуфинальную стадию. Александр Трайц попал в финал с восьмым временем 59-60. Он из Новосибирска. Иван Кустов, Калуга, будет плыть по дорожке номер один. Все ребята практически здесь мастера спорта международного класса. В том числе и Влад Герасименко. Причем, еще раз говорю, он все свои титулы наиболее значимые уже в юниорском возрасте получил. В том числе и он победитель юношеских олимпийских игр. По-моему, в эстафете в личном номере, боюсь ошибиться, не выиграл. Кирилл Стрельников выиграл несколько уже чемпионатов. В основном на полтиннике. Сотя для него длинновата, но почему нет? Все-таки это короткая вода. Все может очень даже получиться. Пока получается пятое время полуфиналов. А вот Иван Кожакин показал четвертое время полуфинальных заплывов. Он из Магадана. Александр Жигалов был третьим по итогам полуфинальной стадии. Он представляет Кемерово. Кемеровская область. Много раз мне об этом говорили. И, наконец, Михаил Доринов. Нижний Новгород. Дорожка номер пять. И это один из двух людей, кто выпал вчера из пятидесяти восьми. Быстрее всех оказался калужанин Андрей Николаев. И он будет плыть по дорожке номер четыре. Андрей много раз побеждал на чемпионате страны. Даже носил титул рекордсмена. Сейчас это немножечко не так. Он самый возрастной. Вместе с Кириллом Стрельниковым. Возрастной не значит старый, правильно? Возрастной это значит опытный. Возрастные ребята приезжают на чемпионат России, как тот же Фесиков или Арбузов. Для того, чтобы утереть нос молодежи, которая слишком сильно взорвалась. Ну, вот и посмотрим. Вот и посмотрим. Молодежи здесь хватает. Для сравнения сжигалов 2001 года. То есть разница почти в 10 лет. То же самое можно сказать про Влада Герсименко. Ну, вот оно и, собственно, пересечение поколений. Все по-честному. Есть сигнал. И ровно сто метров. Кто бортика касается первым, тот и чемпион России. И плавание очень динократичный вид спорта. Итак, 100 браз мужчины. Задача такая же, как и у всех. У нас, конечно, есть фавориты и лидеры. Хотя на Европе, честно говоря, нам почти нечем было похвастаться. Особенно на 100 метровке. Но у нас вроде бы есть Пригода. У нас вроде бы есть Чубков. Но Чубков сначала вроде бы объявил о завершении. Потом вернулся, что называется, в обойму. Пока еще ничего страшно серьезного, великолепного, замечательного не показал. Я так понимаю, отбор открыт. Обратите внимание, Пригода не выступает уже с самих Олимпийских игр. Вот уже вроде бы чемпионат страны. А как-то без него. И Европа, и Кубки мира. И вот сейчас Чубков от России без Пригоды. Чубков тоже пропускает данный вес. Не исключено, что парни решили сезон короткой воды пропустить совсем. Соответственно, нужно хватать то, что дают. Ребята, которые сейчас выступают в финале, разыграют по факту два места. Первое и второе место для поездки на чемпионат мира в Абудабе. При этом здесь же стоит на кону попадание в эстафету. А она может быть у нас призовая. Ну и вы видите, очень равный финиш. И быстрейшим оказывается самый молодой. Саша Жигалов, Кирилл Стрельников. И Андрей Николаев финиширует вторым и третьим. Ну, у Жигалова впереди еще 200. Я думаю, что там все сложится более чем неплохо. Уже неплохо 57-3. При условии, что рекорд страны 56-02. То есть всего лишь секунды с небольшим до лучшего показателя России. И для парня, который буквально еще два года назад был юниором. Для парня, который в большей степени специализируется на 200. Я думаю, что это очень неплохо. Во всяком случае, представители сборной тренерского штаба наверняка этому очень и очень рады. Потому что Александр Жигалов показал сейчас такие скорости. 57 с маленькими. Это прям-таки достойно. Ну, а Стрельников и Николаев, как самые опытные, не могли упустить шанса опять попасть в троечки. Для возрастных спортсменов попадание в троечки, оно прям-таки жизненно необходимо. Потому что каждый год встает вопрос. Почему в таком возрасте ты еще занимаешься спортом? Вот почему. Потому что сильнее меня есть только один человек на чемпионате страны. Ну, собственно, и все. Ну что, у нас далее еще один... Еще один финал. Почему один? Два. Ближайшие из которых как раз 50 браз девушки. Помните, да? У нас только что была комбинированная эстафета. Ну, и, собственно, никого из девчон... А почему нет? Вот я вижу сразу Алену Розову. Она будет путь по восьмой дорожке. Она только что эстафета пронеслась. И, честно говоря, не помню, Яна Шакирова плыла или нет. Но вот как раз Алена Розова уже проплыла эстафету. И тут же через 20 минут на старт финала 50 браз. Ани Ганус, Красноярск. Дорожка номер один. Алена Розова представляет вторую команду Санкт-Петербурга. За первую команду Санкт-Петербурга здесь будет выступать Яна Шакирова. Опять же, обращаем внимание. Шакирова и Розова 2005 года. Это значит, что они юниорки еще и на следующий сезон. Юлия Безносова, Кемерова. Также юниорка. Ну, а далее не к году. Вот на 50 браз. Это, ну, я бы сказал, основной фаворит наравне с Юлией Ефимовой. Кстати, я вот тут прочитал, что Юлия Ефимова во всеуслышание объявила, что она собралась ехать на чемпионат мира. И даже прочел такую вывеску, что впервые в истории. Я, честно говоря, действительно не припоминаю, Юлия Ефимова вообще выступала в короткой воде на чемпионатах мира или нет. Ну, вот, наконец-то, наконец-то собралась. Потому что раньше была информация, что она даже на чемпионате страны не будет выступать. Ну, вот, это все неправда. Олеся Корчагин. Дорожка номер три. У нее пока получается третий результат полуфиналов. Ну, а Лена Богомова вообще с лучшим временем влетела в полуфинальную стадию. Она также юниорка 2005 года рождения. Ну, и, наконец-то, наша Юля. Она является рекордсменкой страны. Ей принадлежит лучшее время России. 29.08. Она чемпионка мира на 50 метров. Правда, в длинных бассейнах. Еще раз повторюсь, в коротких я не припомню, что Юля выступала на турнирах уровня мирового. Накануне Юля проплыла за 30.04. Это в секунде от рекорда страны. Ну, а рекорды мира и Европы у нас там довольно приличные. У нас там 28.56. Это мир. 28.81. Это Европа. Ну, и, соответственно, Россия 29.08. Для юниорок ориентиром также является рекорд России среди юниоров 30.38. К этому времени ближе всех подошла Лена Богомолова. Ей вчера до юношеского рекорда страны не хватило всего лишь 12 сотых. Пока рекорд у Женечку Новый, вот Лена Богомолова представляет Нижний Новгород и плейер по пятой дорожке, уже может сейчас стать опять-таки рекордсменкой страны среди юниоров. И у нее еще следующий сезон впереди. Так, ну что я вижу? Я вижу, что Гадун впереди. Напомню, что на Кубке мира Гадун выиграла буквально одну соту Юлии Ефимовой на полтиннике Брасом. Правда, на Европе потом не повезло. В предварительном, с лучшим временем, Ника Гадун выступила. Вот, кстати, от рекорда России 26 сотых. Вот, если бы Ника так проплыла неделю назад, она была бы чемпионкой Европы. Но вы помните, этот финал, может быть, переволновалась. Может быть, вот там, я не знаю, звезды, тучи, молнии не так сошлись. Но проплыла в полуфинале, не попала страшно, не попала в касание. И при этом было, по-моему, 29.6 или 29.5. А в финале, и вроде бы все получалось, и вроде бы везде попала. Но почему-то 29.6 и далеко. Вот если бы 29.3 проплыла, была бы чемпионка Европы неделю назад. Юля, кстати, с 29.6, наверное, была бы призером чемпионата Европы. Это при условии, что там плыли Пилато, там плыли Кастельонни. Но Ника, наверное, все-таки переволновалась. Ника не так часто попадает в сборную. Как вы понимаете, через Юлию Ефимову пробиться в основной состав сборной России всегда было тяжело. Ника буквально переживает второй сезон, новый уровень своей спортивной подготовки. Впервые она претендовала на попадание даже на Олимпийские игры. Хотя основная дисциплина 50. Для попадания на Олимпийские игры нужно плыть 100. Но Ника и здесь работала очень неплохо. По-моему, третья, нет, четвертая была на отборе. Четвертая была на отборе с неплохим результатом. В этом сезоне мы даже увидели на дистанции 200 метров брасом была такая метаморфоза. Ну и вот сейчас на Европе все шло к тому, что Ника должна была победить. Этого не произошло. Так, ну и следующий финал, который нам предстоит увидеть, это 200 вольный мужчина. Заплыв крайне важный. Вчера девчонки уже разыграли аналогичную дистанцию. И напомню, что на кону, ну, по факту, 6 путевок на мир. Почему? Потому что 2 личные плюс 2 для участия в финале эстафеты. И, может быть, еще парочку путевок для проплывания в утренней эстафете. Такое тоже возможно. Поэтому минимум 4, максимум 6. Итак, по восьмой дорожке Максим Обловацкий из Новосибирска. Он закрыл финал 46-52. Александр Федоров в Санкт-Петербург по первой дорожке. Алексей Ртищев по седьмой. Он представляет также Санкт-Петербург, дорожка номер 7. И по второй Владислав Резниченко, Омск. Никита Данилов по шестой. Данил Шаталов, накануне выигравший 400 вольный, плывет по третьей дорожке. Вот он на ваших экранах. Николай Снегирев попал в финал со вторым результатом 45-40. И Михаил Виковичев с лучшим временем по центральной дорожке 44-79. Удивительно, Миша Виковичев на отборе, на олимпийском отборе, не попал в число людей, отобравшихся в эстафету. Отобрался он на Олимпийские игры только на 100-метровке баттерфляем вторым номером. Но, конечно, без Виковичева обойтись в эстафете 4 по 200 потом и представлялось возможным. В итоге, Миша стал серебряным призером Олимпийских игр в эстафете 4 по 200. Из того, что происходило утром, как вы понимаете, 200-метровки сегодня утром проходили, квалификация. И мы уже знаем, как закрылась восьмерка. Максим Блаватский проплыл за 46-52. Кто не попал? Егоров показал девятое время. Ему не хватило до попадания в финал всего лишь трех десятых. Данил Пасынков был десятый, Саша Шумилов был одиннадцатый. Денис Адеев пытался попасть в этот финал. Показал 14-е время, 48-03. Данила Изотов плыл. Многократный серебряный призер в эстафетных гонках. 91-го года рождения, заслуженный мастер спорта. Кстати, после Олимпийского отбора много говорилось о том, что Данила, наверное, закончит. Но Данила опять втрою. Правда, 48-17 не позволили нам его увидеть. Если бы были полуфиналы, мы бы его лицезрели. Но вот так без него обойдется. Осипенко 23-й, Колясов 24-й. У кого? Иван Кузьмина, наверное, еще упомянем. Ярослав Потапов 30-й. В общем, плыли практически все. Эрнест Максумов 35-й. Но давайте все-таки к финалу. Итак, у нас в центре Михаил Виковичев, Николай Снегирев, Данил Шаталов, Никита Данилов. Это все результаты 44. Было только у Виковичева, а у остальных названных по 45 с небольшим. Виковичев пока впереди. Рядышком Шаталов-Снегирев. Причем такое ощущение, что Шаталов так вот додавливает. Он проигрывает подводную часть. Но затем своими длиннющими руками выгребает к повороту опять на лидирующую позицию. Ноги бросает первым. Но так было первую 100-метровку. Сейчас уже Виковичев начинает владеть инициативой. Но теперь основной соперник, конечно, Николай Снегирев. И остается всего лишь 50 метров. Мы видим, что в 17 сотых разделяет первую тройку. И сейчас будет последний четвертак. У Виковичева такое ощущение, что сил нет. Два москвича его зажали. И потихонечку душат. Душат от всей души. Снегирев первый, Шаталов второй. Причем у Шаталов там еще какой-то финиш. Такой в стиле Зака Эппла. И Михаил Виковичев третий. Еще раз повторюсь. Скорее всего, скорее всего, у нас два места разыгрываются для попадания на мир. Хотя, наверное, нужно в голове держать выступление Малютина и Щеголева на коммерческой лиге. Потому что там были очень неплохие показатели. И это нужно помнить. Но вот Снегирев, Шаталов. Это точно в эстафету. Может быть и в личный номер. Виковичев Резниченко под вопросом. Снегирев Николаевич Небелев. Аплодисменты. Аплодисменты. Всех я упомянул. Наверное, наверное, да. Ну и опять-таки у нас по 1 из 43. Наверное, сейчас с учетом Щеголева и Малютина наберется много людей. И это прям-таки эстафета, которая может быть победной. Кому достанется личный номер решать тренерскому совету. Потому что у нас вроде бы этот чемпионат отборочный. Но были поблажки. Для лидеров можно было в актив этого отбора вписать еще выступление на Европе. Хотя там Щеголеву не повезло. И Малютин даже не выступал. Кубок мира, честно говоря, не помню. Тоже, по-моему, учитывался. Но не готов сейчас за это спорить. Будут ли приняты к сведению результаты, показанные в сентябре на коммерческой лиге, я, честно говоря, не знаю. Вообще не должны. Но с другой стороны, как забыть о том, что у тебя Малютин и Щеголев параллельно выступают с чемпионатом страны на очень неплохом уровне. Ну, с одной стороны, дисциплина сборной. С другой стороны, интересы и возможная медаль. Ну, в общем, тренерскому штабу есть над чем поломать голову. Пусть ломают. Пусть ломают. А у нас начинается серия награждений. Ближайшая из которых эстафета 4 по 50. Комбинированная с женская. Ну, и напомню, что у нас тройка призеров Новосибирск, Питер, Москва. Пока девчонки сейчас выйдут на награждение, имеет смысл назвать результаты тех, кто выступал. Ну, начнем, наверное, с Москвы, да? Все-таки они были третьи. Здесь Даша Васькина первым этапом 27.63. Затем Ульяна Жданова с переходом 31 сотая. 30.78. Затем Настя Журавлева. Переход 32 сотых. Специально говорю переходы, потому что они очень большие. 32 сотых переход и 26.56. Ну, и, наконец, Анна Комарова с 49 сотых переход и результат 24.98. Просто вот цифры болтинника очень сложно воспринимать, не зная, каков был переход, потому что это важно. Это прям-таки минус от того, что мы должны наблюдать. Итак, Москва двинулась к награждениям. Еще раз повторюсь. Васькина, Жданова, Журавлева, Комарова. Ну, а пока они не идут и получают медали из рук Виктора Авдиенко, я начну рассказывать вам по подвигу питерской команды. Саша Курилкина на первом этапе 26.40. Яна Шакирова с переходом 55. Там, конечно, могла Курилкина руками семенить перед финишем, но все равно 55 сотых переход. 30.16 в итоге. Настя Лязева, переход 31 сотая, 26.48. И Даша Устинова, ну, вот самая опытная, но все равно 25 сотых. В принципе, допуск для женской команды даже в какой-то степени норма. 24.11. И, собственно, команда Санкт-Петербурга сегодня вторые. Проиграли много, почти секунду. Вот выкиньте переходы по вот эти 55, по 40, по 25, сделайте их по 10, и вот она секунда. Почему я говорю о переходах? Потому что у нас впереди мир, и если такие переходы делать, будет грустно. Очень. Даже. Кто-то из твоих соратников вырывает сотые, а ты потом это все отстаиваешь на тубочке и начинаешь опять со второй позиции. Вот что это будет. Ну и, наконец, Новосибирск. Команда, которая выиграла в этой эстафете. И вот здесь как раз любо-дорого посмотреть. Настя Дуплинская. 27.68 первым этапом. Далее. Виталина Симонова. Вот что может быть профессионалом. 12 сотых переход. Вот сразу видно. Человек из первой сборной. Человек заслуженный мастер спорта. Полтинник получился 30-30. Дальше. Переход у Арины Сурковой. Опять-таки видно. Рекордсменка. Член сборной страны. Три сотых переход. Вот представляете, соперницы стоят 55. А здесь только на переходе полсекунды. Ну и, собственно, сам полтинник 25-16. Катя Никонова. Да, вроде бы самая молодая из участниц новосибирской команды. Но, опять-таки, переход 19 сотых. И 24-10. Вот смотрите. Если посчитать все переходы Новосибирска и все переходы Питера. Вот она и секунда. Вот что такое переход на эстафете. Казалось бы, там полбассейна Новосибирск выиграл. Но по факту они выиграли не полбассейна, а они выиграли все переходы. И все. Вот, кстати, мама Саши Курилкиной машет ей. А заодно и нам. В прошлом, кстати, тоже член сборной страны. И так, следующее награждение, которое нам предстоит увидеть в данный момент. Это награждение на станции 100 метров на спине. Мужчина. Егор Даламанов оказался в тройке. Но, суть по всему, недоволен. Сейчас посмотрим, Виктор Авденко, что у нас президент Волгоградской Федерации. Что-то там Егор наговаривает. Потому что это по факту его команда выступает. Ну и, собственно, третье место, наверное. Не совсем то, что ждали. Хотя 51-40. Неплохой результат. Никита Ульянов. 50-66. Он действительно малая игра. Ну и на высшую степень представил подсчет абсолютно довольный Павел Самусенко из Мурманска. Еще раз повторюсь, за последние две недели он прямо-таки становится опасным для наших лидеров. Уже вот как-то так, я не знаю, повезло или что, но уже и Климента обыграл, и Женя Рулов обыграл. Чемпионат России вывел. Результат показал 49-33 на всякий случай секунды к рекорду мира. Ну и едем дальше. Очень надеюсь, что у нас даже здесь на уровне олимпийского чемпиона и серебряного призера на стороне спине появляется конкуренция, которая не позволяет расслабиться. Это тоже неплохо. Следующее награждение, которое нам нужно посмотреть, это 200 бат женский. Яна Курцева. Вот здесь вот Волгоградка, конечно, удивила мне. Хотя нет, Виктор Борисович здесь, наверное, не удивить. Он наверняка знал и о том, что Курцева поплывет, и о том, какие она может показать результаты. 2.11.09. Яна Всевышнего. Вы знаете, вот сейчас смотрю на Яну Курцеву и думаю, слушайте, это что-то мне напоминает. Напоминает это меня, любимого, потому что я тоже до юниоров плавал, грубо говоря, полторашку. Мнил себя вторым Сальниковым, а потом выяснил, что есть более вынужденные ребята. Пришлось плавать батом. Ну вот сейчас Яна Курцева немножко не по тому пути идет, потому что у нее еще есть, что называется, варианты отхода в открытую воду. Но все равно, когда у тебя есть две дороги для выбора, то, наверное, поспокойнее. Даша Лунина получила серебро. 2.174. Она юниорка. Ну и еще более глубокая юниорка Анастасия Маркова. Я думаю, что рекорд страны Саши Сабитовой, ну, он, во-первых, уже побит, но я думаю, что Настя Маркова еще и еще его обновит. А там уже дрожи Сузуко Хосигава. Хотя раньше должна дрожать Света Чемрова. Хотя Свету напугать невозможно. У Светы уже такое было в жизни, такие старты она пережила, что Настя Маркова запугать Света Чемрова рекордсменку страны не представляется возможным. Хотя, с другой стороны, Света не вышла на 200 бат. Что это может обозначать? Не готово. Да, правильно я говорю. Месяц назад установил рекорд страны. На чемпионате страны не выступаем. Хотя только что выиграл Европу. Красиво? Хорошо? Да. Так, далее у нас по расписанию полуфинал. Полуфинал. Дистанция 100 метров вольным стилем девушки. Пока там у нас бассейн перестраивается, можем поговорить о том, что произошло сегодня утром. Утром у нас, естественно, помятуя о том, что происходило накануне, с лучшим результатом в финал влетела Катя Никонова. Она же сегодня завершала комбинированную эстафету за Новосибирск. Но, в общем, Никонова здесь чувствует себя прекрасно. Правда, рядышком еще одна представительница Новосибирска. Арина Суркова. У нее второй результат. Разница между девчонками всего лишь, получается, 15 сотых. Даша Устинова пока третья. Она проигрывает у девчонок из Новосибирска примерно полсекунды. Но это же было предварительное. Нужно было попасть всего лишь в 16 сильнейших. Ну вот три наших сильнейших спринтера оказались уже в троечке. Сурушкина четвертая, Трофимова пятая. Почему обращаю ее на Трофимов? Потому что она быстрейшая из юниорок пока по итогам предварительных заплывов. 54-98. Думаю, что в финале она должна оказаться. Малакаева-Клепикова. Клепикова тоже юниорка. 55-08. Комарова-Соломатина, Клеванович, Шакирова, Сусарова, Татаринова, Белякова, Чемисова, Карташова. Это 16 сильнейших. А теперь самое интересное. Кто не попал из девочек, которых мы там могли бы видеть. Чеховских 18-я, Цветковская 20-я. Грещенко 26-я. Яна Сатарова. 30-я. Еги. Влада Еги. Гроза всего юниорского плавания страны. Хотя гроза, когда в финал попадает. Вот когда 32-я, немножко грустно. Вот кто не попал. Буженкова 34-я. Вот это уже да. Вот это уже интересно. Анна Чернышева, про которую я вчера вспоминал во время заплывов комплексом, сегодня плывала 100-вольный 39-й результат. Ну, хорошо. Наверное, достаточно про предварительные. Давайте полуфиналы смотреть. Итак, два полуфинала. Сразу предупреждаю. Я говорил о том, что наша трансляция на канале «Старт» может прерваться баскетболом. Вот буквально с минуты на минуту это радостное событие произойдет. Может быть, после первого полуфинала. Может быть, после второго. Кто будет этим расстроен, не спешите расстраиваться и гневаться. Сразу после баскетбола вы увидите продолжение трансляции. Сразу предупреждаю. Итак, у нас первый полуфинал. Вика Белякова по дорожке номер один. Вика Белякова в прошлой жизни у нас была рекордсменкой. Почему была? По-моему, еще остается на 200 комплекс. И, собственно, Белякова – это ее девичья фамилия. Причем еще года не прошло, как Вика стала мамой. И уже восстановилась в полуфинале чемпионата страны. Мы, конечно, больше на 200 метров ждали. Может быть, на 200 комплексов будем ждать. Но и 100 уже неплохо. Клеванович по второй дорожке. Лиза у нас по юниорам творила сверхъестественные чудеса. Сейчас плодит по второй дорожке. Даша Малакаева наш столб в эстафете 4 по 200 по дорожке номер 3. Арина Суркова в центре по четвертой. Сурушкина по пятой. Анна Комарова по шестой. Сегодня уже стала призером чемпионата страны в эстафете на последнем этапе за московскую сборную. Елизавета Сусарова по седьмой дорожке. И Даша Карташова дорожка номер 8. Ну, а Вика Белякова. Мы, конечно, и Андреева больше привыкли слышать. Но Белякова тоже неплохо. Меня, да и всех, наверное, поразило тем, что, по-моему, ребенок родился в феврале, а уже в июне Вика плыла в финале Кубка страны на 200 комплекс. Круто? На мой взгляд, да. Ну, а зачем, собственно говоря, это нужно Вике? Наверное, хочется восстановиться. Вика участница Олимпийских игр в Рио на дистанции 200 комплексов, а там рекординатка страны. Ну, в общем, пожелаем. Пока мы видели, что в финал Вика не торопится. Но это не ее дистанция. 100 метров для нее коротковато. Хотя в лучшие годы Вика была, ну, завсегда-то им троечек. Но все-таки, мне кажется, более опасна была на 200. Там она все время вела борьбу непримиримую с Вероникой Поповой. Она же Андрусенко. Ну, а пока у нас Сурушкина, Суркова, Комарова, Малакаева. 54-77. Запоминаем этот результат. И он, скорее всего, будет проходным в финал. Второй полуфинал уже стоит на старте. Даша Татаринова по первой дорожке. Лера Соломатина по второй. Татарин из Санкт-Петербурга. Соломатина из Сырдовского. Даша Трофимова будет плыть по дорожке номер 3. Она представляет Новосибирск. Я уже говорил, что она юниорка, так же, как и Татаринова. Катя Никонова. Санкт-Петербург-Новосибирск. К этому моменту уже выиграл заплыв на 200. Мы видим Дашу Устинова. Дорожка номер 5. Лидер питерской команды. Хотя Никонова тоже за Питера выступает. Но она там Новосибирск-Питер. И мы видим, что она даже в эстафетах плывет за Новосибирск. А Даша Устинова все-таки вынуждена, или не вынуждена, рада, счастлива и гордиться своей участию выступать за Санкт-Петербург. Даша Клепикова будет плыть по дорожке номер 6. Она также юниорка. Яна Шакирова по 7. Санкт-Петербург тоже юниорка. И Варвара Чемесова закрывает эту восьмерку. Она тоже юниорка. Правда, последний месяц, начиная с Нового года, она же юниоркой перестает быть. Но есть еще время грохнуть, что называется, дверью в юниорском плавании. Итак, 54-7. Да, если мне память не изменяет. У нас ориентировочно проходной результат в финал. И у Сурковой пока второй результат после Сурушкиной. Ну что, пока у нас лидирует Никонова, так уже с самого первого четвертака. Честно говоря, я не посмотрел раскладку сегодняшней эстафеты. Хотя там полтинники были не очень информативно. А вчера, вчера на 100-метровке в эстафете самое лучшее время показал все-таки Никонова. Но Даша Устинова, она была первым номером, немного проиграла. Там вот в сотый, да, с разным подходом к подсчету переходов можно отдать даже победу либо той, либо другой. Вот, посмотрите, четвертак до финиша. И Устинова, по-моему, перетягивает на себя лидерство в этом заплыве. Это не финал. Финал будем с вами ждать завтра. Но пока попасть на центральную дорожку, это может быть даже и выгоднее. Устинова первая, Никонова вторая, Клепикова третья. Здесь, чтобы сказать, все хорошо. И ждем только, чем у нас закончилась восьмерка. По-моему, уже есть результаты, да? Да, Сурушкин, Сурков, нет, это за первый полуфинал. А у нас это заплыв второй. И сейчас вот уже восьмерка Устинова, Никонова, Сурушкина, Суркова, Клепикова, Кумарова, Трофимова, Малакаева. Далее у нас полуфиналы на дистанции 100 метров баттерфляем мужчины. Опять-таки, пока суд да дело, а парни уже на старте. Ну, ладно, давайте сюда представим первый полуфинал. А потом, если будет время, еще посудачим про то, что было утром. Илья Толстов, дорожка номер один, он представляет Санкт-Петербург. Павел Пахомов по второй, москвич. Роман Шеваляков, Санкт-Петербург по третий. По четвертый, Даниил Пахомов, Архангельская область. Миша Виковичев, только что проплывший 200-вольный, показавший третий результат. Опять-таки, на последнем олимпийском отборе Виковичев был вторым после Минакова на 100 бат. Вот сейчас Виковичев, получается, с четвертым результатом квалификации плывет по дорожке номер пять. Саша Садовников имеет опыт побед на чемпионате страны. Дорожка номер шесть. Александр Кудашев вчера на 200 бат был вторым. Ну и, наконец, Егор Юрченко. Дорожка номер восемь. Вот Садовников. Садовников у нас теперь за Калининград. Да, по-моему, в свои лучшие годы за Волгоград выступал. Ну, сейчас за Калининград. Ну и в центре Пахомов-Виковичев. Пахомов вчера на 200 бат был третьим. Да, если мне память не изменяет. После Харланова и Кудашева. Вот сейчас 100-метровка. Роман Шевляков представлял Россию на минувшем чемпионате Европы в финале на 100 бат. На развороте пока лидирует Шевляков. Ну, не очень много. Пахомов, как минимум, его сейчас догоняет. Ну, нет, еще не догоняет. Там несколько сотых разница. А Виковичево получилось и 200 не зашло, и соточка пока тяжеленькая. Но финал завтра. Миша, человек опытный, разберется как-нибудь, если попадет в финал. Пятый. Вот это да. Вот это красиво. Вот это от души. Да, как говорится, на секундочку задумался, а тебя уже обскакали. Итак, Шевляков, Пахомов, Садовников, Павел Пахомов, Виковичев только пятый. 51-53. Ну, думаю, что с такой плотностью сейчас Мишу Виковичеву отправят, готовятся к следующей эстафете. По-другому здесь не бывает. Ребята у нас сегодня жесткие собрались. Они уже привыкли к высокой конкуренции, и вот такой ошибки, конечно, они сейчас ему не простят. Второй полуфинал. Второй полуфинал, и Данил Антипов будет плыть по первой дорожке в Красноярск. Саша Харланов, победитель вчерашнего заплыва на 200 бат, плыет по второй дорожке. Он представляет Пензу. Никита Ульянов по третий, он из Хмао-Югра. Егор Павлов тоже, кстати, плыл на Европе в финале. Причем, даже, по-моему, предварительно и выиграл. Пенза, дорожка номер четыре. Нет, по-моему, Егор Павлов плыл не сотню, а 200 он плыл. Ну, ладно, не важно. Важно, что Павлов пока показал лучший результат предварительных заплывов 51-05. Павел Самусенко, все тот же Павел Самусенко, который вывел сегодня 100 на спине, плывет по дорожке номер пять. Петр Жихарев по шестой, Саша Прибыток по седьмой и Арсений Десятов, дорожка номер восемь. Слушайте, много ребят, которые просто обязаны быть в финале, но для всех мест не хватит. Так что надо торопиться. Минаков не выступает. Он проходит обучение в США и, конечно, его не отпустили. Тем более в первый год, в первые буквально два месяца. Как говорится, в академический отпуск пока рано. Ну и что, у нас опять 100-метровка, а это значит, помимо двух личных номеров, у нас еще разыгрывается эстафетное участие. Там поодаль у нас из дельфинистов, ну, можно Жилкина, конечно, приплести к дельфинистам. Все-таки финалист чемпионатов мира на полтиннике. Эпизодически выступает на мировой арене 100-метровку, но все-таки, наверное, 100-метровка для Жилкина не столь успешная, как 50, поэтому все решается, скорее всего, здесь. И у нас Харланов 50-65, Антипов, Павлов. Все очень плотненько. По-моему, Безвековичево обошлись в финале, да? Ну, вот что, съездил на Олимпиаду на 100 бат. Хорош. Дельфинисты парни плечистые. Так, Харланов, Антипов, Павлов, Самусенко, 51-07. И вот, собственно, восьмерка, да? Харланов, Антипов, Шевляков, Павлов, Самусенко, Пахомов, Ульянов и Жихарев. Безвековичева. Сейчас я еще проверю на сайте. Может, я что-нибудь не то прочитал. Еще раз так. Значит, Харланов, Антипов, Шевляков, Павлов, Самусенко, Пахомов, Даниил, Никита Ульянов и Петр Жихарев закрыли в финал. 51-24. Садовников, 9-й. Павел Пахомов, 10-й. И Михаил Михайловичев только 11-й. Ну, что ж. Вот так вроде бы и на 200 не сильно получилось. И на 100. Зато вчерашний день Калуга выиграл 4 поста Королевая. И там Миша Виковичев, по-моему, был разгоняющим на первом этапе. Нет, но Мишу перехвалить невозможно. Я уже говорил о том, что стал серебряным призером Олимпийских игр в Токио. За что мы безмерно благодарны. Очень надеюсь, что не завершение карьеры. Но удивительно, что в таком возрасте с таким опытом несколько самого себя разочаровать на коротком чемпионате страны, когда, казалось бы, вот этот опыт и должен работать. Но бывает. Так, что у нас дальше? У нас дальше 3 церемонии награждения. А именно 100 брас, 50 брас и 200 вольный. 100 брас у мужчин, полтинник у девочек. И 200 вольный у мужчин. Дальше у нас 2 финала. Ближайший из которых 100 на спине девушки. Истафета 4 по 50 вольный смешаный. И затем, собственно, награждение этих самых эстафет. Вот что у нас еще в продолжении. Буквально, ну если верить таймингу, через 20 минут закончим. Жалко. Как-то кротинечко получается. Не успеваешь вдохнуть и поздороваться, а уже все закончилось. Опять-таки начинаю призывать вас не пропускать наши трансляции. Практически все дни, за исключением воскресенья, начало в 18 часов на тех платформах, на которых вы смотрите. Ну и воскресенье на час раньше. Опять-таки не ошибитесь, не пропустите. В записи, конечно, посмотреть можно, но лучше вживую, как вы понимаете. Итак, ждем награждения, ближайшие из которых мужчины 100 браз. Напомню, чем дело закончилось. Жигалов с очень приличным временем, 57-38. Опять же, Жигалов для нас это больше 200 метровик. И если 200 метровик плывет 57-38, ну это уже неплохое начало на 200, как вы понимаете. Вторым был Кирилл Стрельников. Кирилл Стрельников, опять-таки, я не знаю, сколько сейчас решалось путевок на чемпионат мира. Но Кирилл Стрельников, наверное, еще и на полтиннике должен быть в троечке призеров. Хотя то же самое можно сказать про Андрея Николаева. Ну вот, наверное, на полтиннике решится, кто из них главный, потому что сейчас у них разница в 70-х. Не знаю, есть ли какие-то нормативы, учитываются ли какие-то дополнительные результаты наших бразистов в параллели. Хотя, еще повторюсь, никто из наших бразистов там особо не бличит на коммерческой лиге. Вот мне немножко подсказали, что Кирилл Пригода болел, не удивлюсь, если новой болезнью, модной болезнью. И, соответственно, вот весь сезон короткой воды получился скомканным. Чубков появился на нескольких этапах Кубка Мира. Но вот почему-то, мне кажется, что из 58-ми он не уплывал. Ну и, собственно, сейчас тот самый момент, когда можно съездить на чемпионат мира без Чубкова, без Пригоды. Костин, по-моему, выступил у нас на Европе. Здесь мы Костина, Олега не видим. Но Олег, опять же, он Сротинку не очень любит. По большому счету, у Олега Костина на 100-метровке брасом я с удовольствием наблюдал год назад на чемпионате страны. Ну и в этом сезоне вроде бы плывет, вроде бы неплохо плывет. Но я как-то вот, ну не шедевр. То есть, опять же, если мы говорим об Олеге Костине и вспоминаем о том, что он практически всю свою профессиональную карьеру плавал брасом и плавал прекрасно. И у него титулов чемпиона страны огромное количество. Но все эти заслуги перевешивают одной серебряной медалью чемпионата мира на полтиннике батом. Да, и вот как-то дальше все наши россказни о том, что Олег Костин у нас брасист рассыпаются. Но ничего. Сейчас Олег у нас станет серебряным призером чемпионата мира на 50 брас. И опять все развернется. Опять будем говорить о нем как о лучшем брасисте страны. Но вот на чемпионате не выступает. Хотя, может быть, оно и к лучшему. У Саши Жигалова появился титул чемпиона России. Мне кажется, это стоящее достижение. Тем более с таким результатом. Я думаю, что должен быть доволен. Чуть позже мы увидим награждение 50 брас. Вот уже Ника Гадун выводит парней на награждение. Что-то Юлия Ефимова мы не наблюдаем. Ну и затем 200-вольный. Итак, начнем с мужчин. Виктор Авденко вновь правый день рождения. Он у нас сегодня в статусе первого вице-президента и спортивного директора федерации. Если я ничего не понимаю. Итак, Андрей Николаев. 57-78. С лучшим временем попал в финал. С лучшим временем прошел предварительный. Но вот что-то в финале... Нет, ну как... Что значит что-то в финале? Он улучшил. Опять же, в силу возраста и опыта. Все сделал правильно. Касанин проиграл. Касанин проиграл Стрельникову. Вот, собственно, Кирилл на ваших экранах. У Кирилла победа на последнем чемпионате страны. На двух последних чемпионатах страны. На 50 метров браса. И короткий длинный. Ну и Саша Жигалов. Остался без медалей на Европе на 200 метров брасом. Хотя попал в финал память, дай бог, вторым. Но, по-моему, не расстроился. Был очень доволен личным рекорду в полуфинале. И не скрывал того, что уже в полуфинале выдал свой максимум. Ну, опять же, вчерашнему юниору позволено так себе вести наплевательски по отношению к нашим чаяниям на золотые медали. Но вот, наверное, вот этим заплывом на 100 брас он показал, что он еще, что называется, в пути. И этот путь далеко не завершен. Европа была, что называется, в походе. И сейчас у нас Россия проходит уже на более высоком уровне. А впереди еще мир. Вот там-то мы с Жигалова и спросим. Ну, а теперь полтинник брасом девочки. По-прежнему не вижу, чтобы Юлия Финова присутствовала на награждении. Если мне не изменяет память, у нас по-прежнему существует штраф за невыходные награждения. Лена Богомолова с результатом 29.80 и с новым юношеским рекордом. А вот она, видите, не зря сразу начала ругаться и тут же Юля появилась. Так, я про Богомолова. Новый юношеский рекорд страны. Помните, перед началом заплыва мы говорили о том, что у Евгения Чакунова прежде 30.38. А тут 29.80. Извините меня, но 60. 60 на полтиннике Юлию Богомолову сбросила с юношеского рекорда страны. Причем Богомолову еще целый год запаса. Она еще до не ближайшего, а следующего Нового года будет числиться юниоркой. И чего же она натворит? Юлия Ефимова сегодня вторая. Ну, а Ника Гадун победила. Причем я не устану повторять. Проплыви так Ника на Европе и была бы чемпионкой Европы. Но расстроила себя, расстроила нас. Зато мир впереди. Вот там пускай и радует. А то, не дай Бог, еще звездная болезнь бы началась. Нет, до мира. Дождемся. Ну и наконец парни двестивольные. Миша и Корича. Теперь уже мы точно знаем. Не попавший в финал на дистанции 100 метров в Баттерфляем. Вот сейчас Виктор Борисович, наверное, и спрашивает Мишу, что произошло. Куда, как, зачем? Ну там, сами понимаете, финал на 200. И через 10 минут полуфинала на 100. Причем Миша там вроде начинал неплохо. А в конце просто, как обычно, мышцы отказали. Данил Шаталов. Вчера выиграл 400, сегодня второй на 200. Но это точно в эстафету. По-любому. Ну и как минимум одна личная дистанция. Хотя есть Малютин. Ну вот, наверное, в компанию с Малютиным. А вот Егоров под вопросом. Ну и Николай Снегирев. Боюсь ошибиться первая победа на взрослом чемпионате. Вот не знаю. Хотя Снегирев вообще не молод. В эстафетах не удивлюсь. Если за сборную Москвы уже стоял на высших ступенях. Перестал почет. И, по-моему, даже я помню эту историю. Потому что Снегиреву частенько достается последний этап. Но вот сегодня, прям без вопросов. 1.43.49. Победа на 200 вольный. Очень принципиальная дистанция. Может быть обидно, что чуть-чуть не успел. На полгода бы пораньше. И был бы, как Виковичев, серебряным призером олимпийских игр в эстафете. Ну, это, конечно, не гарантии. Но могло бы так быть. Что у нас дальше по программе? У нас дальше два финала, как я говорил. 100 метров на спине девочки сначала. Ну, а затем 4 по 50 королевая смешанная. Вот, девчонок, мы с вами и стартанем. Напомню, что накануне очень неплохо смотрелась Васькина. Это наш серебряный призер чемпионата мира. 18... 18... 19-го года в Куанжу. Но на отборе прошлого сезона Васькиной не удалось попасть в олимпийскую сборную. Там даже, по-моему, ни одного третьего места у Васькиной не было. И, собственно, без нее прошла Олимпиада. Сейчас вот началась осень. И Даша опять напоминает вот ту юниорку, которая могла попасть в финал Олимпийских игр 4-й. И затем в финале выиграть у Поли Егоровой. Такое было в нашей истории. У Даши Васькиной очень волевые всегда заплывы. И никто никогда не сомневался, что если уж Васькина попала в финал, то там-то она всех будет гонять по бассейну. С неимоверной силой. И с большой долей вероятности ей будет вести. Но вот к олимпийскому сезону это не имело отношения. Сейчас посмотрим, что у нас после Олимпиады происходит. С лучшим результатом в финал попала Елизавета Агапитова. Сегодня мы уже видели в эстафете. И, собственно, что-то нам только представитель Новосибирска выпадает в камеру. Такое ощущение, что у нас Новосибирск оккупировал всю трибуну. Но ничего, ничего. Питерцев там достаточно. Москвичи почему-то не выпадают в кадр. Работают. Работают. Так. Итак. На восьмой дорожке. Вот Ульянов. Получился призер на 100 спину. И, боюсь ошибиться, финалист на 100 баллов. Правильно? Правильно. Итак. Там уже начинают представлять девчонок. Напоминают нам о рекордах мира. Мина Атертон владеет рекордом мира. 54-89. Рекорд Европы. Катя Тихотжи. 55-03. Маша Каменьеву владеет рекордом страны. 56-10. Валерия Егорова. Смелюсь предположить, сестра Ани Егоровой. Выступает за тот же Калининград. Очень похожа внешне. Может быть, чуть-чуть. Чуть-чуть другим стилем плывет. Закрыла финал на 100 на спине. 59-74. Поля Егорова. Кстати, упоминала ее. Вот Поле тогда не повезло. На юношеских либбе с фигурой с лучшим временем попало в финал. Почему-то в финале не получилось. Хотя все дело правильно. Умница, молодец. Ну, тогда Васькина у него. Александр Коптели на Санкт-Петербург. Это юниорка 2005 года рождения. То есть, ей по юниорам еще в следующий год выступать. Пока напомню, что юношеский рекорд страны принадлежит Дашу Устиной. 57-29. А Саша в предварительном пропала 59-50. Ну, то еще две десятых. Две секунды сбрасывают. Саши Курилкиной. Наверное, это полегче будет. Потому что она уже по юниорам выигрывала, по-моему, все. Основная дисциплина все-таки 50 метров. Но, как вы понимаете, олимпийская дисциплина 100. Поэтому надо и сотню плавать. Настя Дуплинская. Новосибирск. Дорожка номер 6. Уже не юниорка. Поэтому надо в команду плечиком, коленкой, локтем. Ну, а дальше уже всем корпусом. Даша Устинова. Не выпадает из национальной сборной уже на протяжении, боюсь сказать, десятилетия. С 15-го года тоже точно. А, по-моему, смотрел дебют. Был в 14-м году в национальную сборную. Основная дисциплина все-таки 200. Но и 100 на протяжении. Про Даша Уаськин уговорил много. А, кстати, серебряный. А, бронзовый призер чемпионата мира. Да, просто мастер спорта международного класса. По-моему, уже за мастер спорта приобретает. Нет? Лиза Агапитова будет по четвертой дорожке. Хмао Югра. Первый год не юниорка. Пока 58-57. Итак, 100 на спине. У нас есть Маш Каменева. Она сейчас там крушит коммерческие лиги. На Европе Васькина у нас была в финале. Каменева 100. Спину, по-моему, не плыла. Потому что это пришлось в один день со 100 комплекс. Где Маш Каменевой 100 не хватило до победы. Ну, вот, собственно, все, что нужно знать про 100-метровку этой осенью на спине. По-прежнему пока нашим лидером считается Марией Каменева. На Олимпиаде еще присутствовал Фесикова. Настя Фесикова, она же Настя Зуева. Наш самый лучший участник Олимпийских игр у девушек. Серебряный призер Олимпиады. Боюсь ошибиться. Восьмого? Двенадцатого? Будем считать двенадцатого. Красивее будет. У нас, конечно, был еще серебряный призер четвертого года. Стасика Морова. Вот, собственно, наша спина этим и ограничивается. Но тогда, когда Настя Зуева, она же Фесикова, была серебряным призером на 200, она ехала на Олимпиаду с лучшим результатом сезона в мире на 100. Но не получилось. В медали не попали. Зато через два дня преподнесли сюрприз всем. И зрителям, в том числе, очень приятный был сюрприз. Выиграть тогда было нереально. Но серебряным призером стало. Да, наверное, был двенадцатый год, потому что, по-моему, тогда выиграла 16-летняя, да, или 17-летняя Мелисса Франклин. Дуплинская и Васькина пока. Вы видите, одиннадцать сотых разница. Кому Дуплинская одну сотую проигрывает, я не знаю, но... Но Дуплинская... Агапитова впереди. Вот кому проигрывает сотую Дуплинская. А Васькина идет третья, получается, а не вторая. И... Агапитова. Лиза тянет. У Лизы все неплохо. Лиза выигрывает много. И... Касанье... 57-69. 57-69. Пытаюсь понять. Ну, полторы секунды к рекорду страны. Как уверена. Такое ощущение, что, ну, я свое забрал, а чего тут радоваться? Наверное, результатом недовольна. Наверное, результатом недовольна. Устинова вторая. Это приятно. Васькина третья. Хотелось повыше. Курилкина шестая. Курилкина из наших юниорок выше всех получилось Курилкина, да? Она коптильно обыграла, да. Ну, все рекорды устояли, поэтому как-то без всплеска прошло 100 на спине. И, ну, мягко говоря, хотелось бы побыстрее, потому что полторы секунды к рекорду страны. Это значит, Каменева у нас опять чуть ли не единственная спинистка. Ее даже в утренней эстафете комбинированной и мужской, и женской. Ну, там, наверное, мужчины будут плыть все-таки на спине. Но ее в комбинированной эстафете даже менять некем. И по большому счету у нас Каменева это и лучший королист, и лучший спинист. Если у нас нет второго спиниста, значит, нам кроль нужно оббирать. У нас, конечно, там есть Арина Суркова, но ей бат еще плыть. Да, у нас, по идее, есть Никонова. Вот смотрим за Никоновой, да. Если у Кати очень хорошо получится 100 метров к вольным, или там полтинник вольным, то, может быть, все и сойдется. А так вот нам кого-то не хватает. Очень хотели на спинисток посмотреть, но, девчонки, полторы секунды к рекорду страны. Не очень плохо. Но пока это не равная соперница с Машей Каменевой. Она у нас остается единственной спинисткой. И в комбинированной эстафете у нас вариативность уходит. Немного вариантов. Каменева должна плыть первый этап. Причем и утром, чтобы попасть в финал. Соответственно, дополнительная нагрузка на нашего лидера. А мы хотим, чтобы она 100 комплекс выиграла. Мы хотим, чтобы она кроль весь проплыла. Чтобы она спину всю проплыла. Мы же этого хотим. И плюс еще все эстафеты. Смешанные, как минимум. Да еще и все женские. Да еще и утренние эстафеты, получается, комбинированные. Женские. Ну, в общем, многовато для Маши. Ей же как-то восстанавливаться надо. Елена Дендиберова на Ваших экранах. Вот буквально в прошлом, причем в прошлом, в этом году пал самый древний рекорд. Еще СССР с 83-го года держался юношеский рекорд нашей страны. И принадлежал как раз Елене Дендиберовой. Ну, вот Настя Сорокина переписала эту срочку. Едем дальше. У нас последний финал дня сегодняшнего. И это будет смешанная эстафета. 4 по 50. Королевая. Причем, я так понимаю, юниорская. Да или нет? Нет. Обычная эстафета. Почему-то у меня как-то так неправильно прочитал аббревиатуру. Итак, восьмая дарушка. Татарстан. Обшаров, Мерзляков, Злобина, Корчагина. Питер. Вторая команда по первой дорожке. Корнев, Косинков, Малахова, Кузнецова. Приморье. По седьмой дорожке. Гавака, Ковальчук, Машкина, Хайрулина. По второй дорожке. Тюмень. Мальцев, Юрченко, Сподаренко, Клеванович. Москва. Вторая команда. Геннис, Глушенко, Шаркова, Серпионова. Новосибирск. Первая команда по дорожке номер три. Марков, Боровцов, Суркова, Никонова. Калуга. Пятая дорожка. Арбузов, Фесиков, Бордюгова, Давыдова. И Санкт-Петербург один. Это у нас Кукушкин, Толстов, Кустинова и Татаринова. Ну, у нас немножко перепутали дорожки. Представляют на экране несколько неправильно. Хотя нет, правильно. Вот Калуга с Фесиковым во главе. И дальше появится Санкт-Петербург. Да? Теперь да. Еще раз. Калуга. Арбузов, Фесиков. Вчера были у эстафеты мужской. Бордюгова, Давыдова. У Питера. Кукушкин, Толстов, Устинова, Татаринова. Ну, вы обратили внимание, что эстафеты-то смешанные, но начинают парни. Почему? Потому что уже, ну вот сколько у нас смешанные эстафеты идут уже, сколько, лет пять. И все уже давно поняли, что парни должны начинать, потому что поставить девчонок сразу же с парнями, это двойной удар. Во-первых, девочке очень тяжело психологически справиться, когда от тебя уплыли с первых метров. А во-вторых, ты попадаешь вот в эти волны, и девчонки, ну, просто не справляются с волнами парней. И это всегда очень плохо. Поэтому первые два этапа по традиции парни. Дальше девчонки завершают эту эстафету. Итак, на первых этапах. Корнев Мальцев, Марков Кукушкин, Арбузов Генис, Гавака Абшаров. Ну вот, прочитал все фамилии, и в первую голову слежу за третьей дорожкой. Данил Марков. По юнерам неплохо смотрелся. Да, собственно, уже и во взрослом плавании Данил Марков далеко не последний спринтер в стране. И Новосибирск уже чувствует себя прекрасно. На втором этапе Косинков, Юрченко, Боровцов, Толстов, Фесиков по пятой дорожке, Глушенко, Ковальчук, Мерзляков. Ну вот Фесиков догонит, не догонит. Ну, пока не... Пока, пока догнал. Пока догнал. На третьем этапе будут девочки. Малахова, Спадаренко, Суркова, Устинова, Бордюгова, Шаркова, Машкина, Злобина. Здесь Суркова против Устиновой. Суркова на третьей, Устинова на четвертой. Но Устинова проигрывает чуть ли не корпус. Поэтому шансов у Питера минимально. На последнем этапе за Питер Татаринова против в Новосибирске Екатерина Никонова. Мы видели вчера победу на 200. Сегодня со вторым результатом попало на 100. Ну и корпус преимущества. Опять Новосибирск сильнее всех. Да, девчонки из Новосибирска пока не програли ничего. Вчера выиграли 4 по 100 королевая. Сегодня выиграли 4 по 50 комбинированная. И вот только что выиграли 4 по 50 смешанная. Питер второй. Татарстан. Финишировал третьим. Это Обшаров, Мерзляков, Злобина, Корчагина. А Москва у нас получилось не сумела себя проявить. Так же, как и Новосибирск. Не в троечке. В какой-то степени удивительно. Хотя, вот опять же показали Новосибирск. А, что я наговорил? Новосибирск первый. Питер второй. Татарстан третий. Москва не попадает. Калуга не попадает в тройку. Москва седьмая. Наконец-то разобрался. Только что же сказал, что новосибирские девчонки ничего не проигрывают. Итак, в рамках нашей следующей трансляции остаются только награждения. Думаю, что сейчас у нас повиснут красивые картинки. А дальше, собственно, два награждения. То, которое мы с вами не видели. То есть, 100 на спине и 4 по 50 королевая смешанная. Ну, вот. Это у нас что? Это у нас как раз заплывы эстафетные. На первом этапе Данил Марков. Сразу же задал хороший тон для Новосибирска. На втором этапе вроде бы, вроде бы Фесиков подарил интригу. Но уже дальше Суркова и Никонова практически оставили Питер с носом. Хотя, ну да, ну да. Там пыталась что-то сделать Даша Устинова. Но она получила эстафету третий. Справилась с Калугой. Но Новосибирск в одиночку догнать не получилось. Кстати, наверняка есть уже результаты. Соответственно, можно оценить подвиги всех участников. Да, результаты есть. Начнем с Новосибирска. И здесь у нас Данил Марков. Проплыл 21.48. Саша Боровцов с переходом в 36 сотых. 21.62. Суркова с переходом в 19. Сразу видно член сборной. 23.90. Катя Никонова с переходом в 21.24.02. Питер Кукушкин 22.13. Толстов с переходом в 27.21.86. Устинова с переходом в 18.23.77. И Татаринова с переходом в 29.24.72. Татарстан. Татарстан. Обшаров 21.96. Мерзляков. Переход 15.22.07. Злобина. Переход 14.25.08. И Корчагина. Переход 26.24.68. Выиграли у Калуги 5 сотых. Сборная Татарстана выиграла у Калуги 5 сотых. Поэтому назову еще здесь Калужскую область. Потому что первым этапом Андрей Арбузов 22.02. Фесиков с переходом в 15. 21.02. И это самый лучший результат среди всех парней в этой эстафете. Ну а здесь, как вы понимаете, сильнейшие. Поэтому у Сережи Фесикова прям-таки реальный шанс выиграть этот чемпионат страны на полтиннике кролем. Думаю, что Сережа отважится выйти на полтинник батом, а может быть даже на полтинник на спине. Ну и 100 комплекс. Все это ждем. Все это ждем в исполнении Фесикова. Напомню, 92-й год рождения. 92-й или 89-й? 89-й год рождения. Ну и, собственно, так. После Фесикова Карина Бродюгова. 29-й переход и 25.52. Давыдова. 26-й переход и 25.28. Кого еще хочется упомянуть? Честно говоря. Наверное. Так, ну и у нас крысые картинки крутятся. Да, это у нас заплыв на 200 бат. В исполнении Марковой. Да, ну и чуть-чуть не хватило до всех рекордов. Хотя, ну, уже как-то, уже много рекордов. Два дня. А тут у нас усыпется и сыпется. Причем мы видим, далеко не везде лидеры выступают. Ну и, наверное, уже результаты у нас не могут разочаровать. Все очень неплохо получается. Недовольно, конечно. Хотелось сегодня, сейчас, срочно, не отходя от кассы, вот прям выньте да положьте мне новый рекорд. А лучше рекорд страны. А лучше даже юношеский рекорд мира. Но, наверное, не сегодня. Итак, у нас готовы уже получить свои награды призерные. Сан-100 метров на спине. Мы видим Дашу Устинову, та, которая из Свердловской области. И там буквально через 4 человека Даша Устинова, которая из Санкт-Петербурга. Девчонки уже даже видео снимают. Становятся между кем-нибудь и говорят, я Даша Устинова. И я Даша Устинова. Хотите, загадывайте. Желание, хотите, не загадывайте. Да сейчас 6 человек могут загадать. Так, давайте. Награждение начнется со 100 метров на спине. Напомню, Лиза Агапитова выиграла много. Выиграла много. Аж 60. Сколько получилось? 67 сотых. Ну, для сотни прям, ну, убедитель. Убедитель. Хотя Лиза Агапитова, ну, по юниорам, конечно, была очень хороша. Но вот во взрослом плавании, наверное, это первый титул. Боюсь ошибиться, но мне кажется, это первый титул для Лизы. И помните, да, как она финишировалась такой недовольной миной. Конечно, сразу хотела рекорд мира. Ну, не получилось, но в худший случай пусть будет рекорд России. Опять-таки, не получилось. Ну, тоже ничего. Даша Васькина сегодня третья. И мне кажется, в этой истории даже третье место, это уже неплохо. Потому что страшно было смотреть на то, как Даша не получается попадать в олимпийскую команду. Сейчас третья. Это, скорее всего, тоже не в команде на чемпионат мира, хотя впереди еще полтинник. Но это уже призы, это уже хоть что-то. И хочется быстрейшего установления для Даши. Хочется быстрейшего ее возвращения в команду. Устинова умничка. Ей 100 метровка дается традиционно тяжело. Ее основная дисциплина все-таки 200. Но вот здесь вторая 58-36. Что касается Лизы, ну, уже все наговорил. Лиза все правильно сделала. Все у нее получается. Остраивается она зря. Первый год после юниорского плавания и чемпионка страны. Потому что дистанция сложная. Посмотри, кто рядом стоит. Устинова несколько раз была четвертой на Олимпийских играх в чемпионатах мира. Васькина была призером на чемпионате мира. Но Лиза, посмотрите, даже улыбнуться не может. Хотя, конечно, за нее, как и за всех здесь, все очень сильно переживают и желают им успеха. Даша, конечно, недовольна. Ну, злее будет. Хотя куда уже злее у Даши Васькина. Самый боевой наш участник команды. Ну, значит, можно еще. Итак, награждение наших эстафетчиков. Только что мы наблюдали последний заплыв. И Татарстан пять сотых выиграл у Калуги. Вчера мужчины калужские были на высшую ступень пенестала почета. Сегодня, ну, а в половиненном составе... В половиненном составе четвертый. Татарстан первый, и, на мой взгляд, это ценно, потому что здесь, ну, так скажем, нет сверхизвестных персонажей. Саша Абшаров, Леша Мерзляков, Ира Злобина и Олеся Корчагина. Молодцы. Татарстан у нас все более и более плавательный регион становится. И центр там открыт, и команда собирается неплохая. Но вот это, наверное, бронза будет хорошим подспорьем в работе. Ну, и вчера мы пели гимн опытным, мастеровитым парням 89-го года рождения. Но есть ребята помоложе, которым тоже надо на подиум подниматься. Питер. Василий Кукушкин, Илья Толстов, Даша Устинова и Дарья Татаринова. Серебряные призеры сегодня. Проиграли прилично. Больше секунды. Ну, опять-таки, по именам сразу же на старте было понятно, что будет тяжело. Из элиты здесь, ну, наверное, только Дашу Устинову. Ждем завтра финал на 100 вольный. Поглядим, какая она окажется в итоге. Остальные парни и девчонки, что называется, в середине пути. Все, что называется, вот последних годов рождения Татаринова 4-го, Кукушкин 2-го, Толстов 1-го года рождения. Только-только вынырнули из юниоров. На высшей ступени, писал почет Новосибирск. Девчонки просто не знают поражений. Завтра как раз и Суркова, и Никонова будут в том же финале против Устиновой на 100 вольный. И у Екатерины здесь уже 3 золота. Получается 4 золота, да? Или 3? Нет, 3 золота. Нет, опять же 4. 200 на спине, 200 вольный, эстафета королевая, эстафета смешанная, эстафета комбинированная. 4 золота уже у Никоновой. Данил Марков начинал эту эстафету. Саша Боровцов был на втором этапе. Арина Суркова практически уже решила исход этого противостояния. Потому что корпус именно она, получается, передала Никоновой. И дальше уже догнать Катю было нереально. Ну и, собственно, 31.02. И это только второй день соревнований. Еще раз повторюсь, Катя Никонова у нас уже 4-кратная чемпионка страны. Ну вот, пожалуй, и все, уважаемые телезрители. На этом наш второй день соревнований завершен. Не пропуская наших трансляций. Завтра будет не менее интересно, чем сегодня. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь. Все.